Скандал недели. В сеть попало тюремное фото Вячеслава Цеповяза, члена банды Цапков из печально известной станицы Кущевской на Кубани. На фото осужденный на 19 лет бандит и кровожадный убийца Цеповяз, глядя прямо в камеру, спокойно уплетает крабов с красной икрой. Деликатесы явно не входят в меню колонии строгого режима. Позже выяснилось, что снимок сделан еще в 2015 году. Однако у Следственного комитета к руководству колонии номер 3 Амурской области все еще остается много вопросов. На месте банкета побывал наш корреспондент Андрей Ивлев. Режим режимом обед по расписанию. Обитатели мужской колонии номер 3 в Амурской области стройными рядами идут в столовую. Здесь отбывают наказание более тысячи человек. Все так называемые первоходки, осужденные впервые. Обед в порядке живой очереди. Под строгим контролем сотрудников колонии. За тюремную кулинарию в ответе сами заключенные. В сутки здесь выпекают более полутонны хлеба. Так называемый горячий цех из правительной колонии номер 3. Здесь почти круглые сутки кипит работа. Еду выдают осужденным по нормативам. Сегодня в меню картофельный суп 500 граммов, ячменевая каша 280 граммов и чай с сахаром. Икры, как видим, нет. Фото совсем не строгой трапезы из этой самой колонии на неделе взорвали интернет. На снимках авторитетный заключенный Сергей Цеповяз. Осужденный за убийство ест красную икру. И крабов в компании сокамерников и прямо в колонии жарит шашлык. Заключенные колонии номер 3 в Амурской области признаются, что были сильно удивлены, увидев эту новость по телевизору. Вообще изначально показалось, как будто, как сейчас делают фотошопы, как бы, да, делают. Удивился, что такое может быть. Он со всеми так же, как бы, пытался, приходил так же, все ел, такую же еду, как бы. Вячеслав Цеповяз — некогда правая рука лидера Кущевского ПГ Сергея Цапка. В 2013 году участников банды признали виновными в организации массового убийства семьи краснодарского фермера Сервера Аметова. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию строгого режима номер 3 в Амурской области. Это отряд для осужденных, отбывающих наказание на обычных условиях содержания. Это значит, что каждый из находящихся здесь может в свободное время гулять, выходить на улицу. На окнах, как видим, нет решеток. До недавнего времени здесь находился и Вячеслав Цеповяз. Вот его место. Аккуратно заправленная кровать сейчас пуста. Сам осужденный находится в штрафном изоляторе. По словам соседей, 45-летний Вячеслав Цеповяз в последнее время много читал и совсем не работал. Жаловался на боль в руке. В одном ходке проживаем. В одном ходке? Да. Как он? Да нормальный человек, общительный. Передачки часто ему привозили? Ну, как и всем. По положенности. Что обычно передавали Вячеславу? Ну, так, сигареты, там, чай, мыльное. Ну, такого ничего, особого нет. Осужденные говорят, сам Цеповяз едва появилась новость о его ужине с крабами. Сказал, что ничего такого не было. В то же время есть информация, что заключенный якобы сразу после этапирования в Амурскую область заявил о своем авторитете и сразу же купил себе право на роскошную жизнь. Это человек, который заносил продукты и привозил врачей, человек, который на воле находится. Дела у Цеповяза шли хорошо. Будучи небедным человеком, он переписал имущество и миллиардный бизнес на родных, как только оказался за решеткой. Подарил своей дочери дорогостоящий спорткар и личный фитнес-клуб. После просил поддерживать его рублем. Теперь уже бывшая жена Цеповяза пояснить, кто мог выложить снимки в интернет, не смогла. Но их подлинность подтвердила. Эти фотографии присылались мне и детям в период наших отношений, когда все нормально было, когда я его поддерживала в тюрьме. По словам Натальи, банкет на зоне Цеповяз устраивал в том числе за ее счет. В год она переводила ему по 3 миллиона рублей. Но запросы Цеповяза росли. Он просил все больше и больше. Деньги ему якобы были нужны для условно-досрочного освобождения. В 2017 году отношения между супругами разладились. Цеповяз потребовал переписать предприятие Стрешни на третьих лиц. Особый объект исправительной колонии номер 3 – штрафной изолятор или проще ШИЗО. Сейчас здесь находится Вячеслав Цеповяз. Сюда его поместили официально за нарушение распорядка дня. Так получилось, что наказание совпало с появившимися в СМИ фотографиями его роскошной трапезы. Сам осужденный от комментариев отказывается. Посторонний вход сюда воспрещен. Самой исправительной колонии не отрицают факты, свидетельствующие о нарушении правил внутреннего распорядка. Действительно были. Но еще в 2015 году. После чего несколько сотрудников были наказаны, а в учреждении полностью сменилось руководство. Так как эта история была в 2015 году, хочу отметить, что ряд сотрудников были уволены. Ряд отправлен на пенсию. Ряд наказан. Кто допустил подобное произошедшее в колонии. Но сейчас при нынешнем руководстве колонии, при начальнике колонии данный факт, они в принципе не допустил. Такое не повторится. Не повторится. Не повторится, не повторяется. По словам руководства учреждения, в последнее время в колонии прошла реконструкция. Потому установить, где именно была трапеза, сложно. Непонятный тот, кто поставлялся по вязу, элитный провиант. Согласно правилам внутреннего распорядка, приложение номер один, икра и икрабовое мясо, готовое к употреблению, не запрещены осужденным для передачи. И мы не имеем права отказать в этой передаче. Но применение шампуров вообще не вписывается в распорядок колонии. Металлические стержни могли быть использованы как оружие против тех же сотрудников. Следователи возбудили дело. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сейчас следователь работает в этой колонии, собирает материалы. Мы изучаем действия должностных лиц, которые ответственны за соблюдение правил внутреннего распорядка справительного учреждения. Намерены дать жесткую оценку этим действиям. По мнению прокуратуры, которая сейчас проводит проверку, за цеповязом в колонии был ослаблен надзор. Администрация незаконно перевела его на облегченные и комфортные условия. Осужденный вел СМС-переписку с родственниками с нескольких номеров. Пользовался стационарной связью и имел свободный доступ к служебным помещениям, в которых, видимо, и устраивал пиры. Известно, что бывшую жену Вячеслава Цеповяза вызвали в прокуратуру для дачи показаний. Как сообщают СМИ, Наталья Стришня готова предоставить сотрудникам надзорного ведомства всю информацию о спонсировании сидельца. А также данные банковских карт, на которые переводились миллионы для содержания цеповяза. Потому не исключено, что фото из прошлого может стать поводом для новых задержаний и арестов бывших руководителей и сотрудников колонии. Андрей Ивлев, Виталий Кайданович, Олег Шавырин. Вести недели. Амурская область.